Добрый день, уважаемые читатели! Я Хакасия! Сегодня у нас в гостях помощник депутата Верховного Совета, общественный деятель Алексей Николаев. Добрый день, Алексей Иванович! Здравствуйте! Алексей Иванович, через несколько дней состоится последняя в этом политическом сезоне сессия Верховного Совета Республики, на которой будет решаться вопрос о назначении даты выборов депутатов Респарламента и главы региона. При этом ранее на федеральном уровне обсуждалась тема отмены прямых выборов. Как считаете, насколько это реально и оправдано в нынешней ситуации? Ну, я считаю, что говорить о полной отмене, ну, наверное, неправильно, но, на мой взгляд, ввести мораторий, как минимум на ближайшие три года, на вообще все выборные кампании всех уровней, муниципальные, региональные, федеральные, все-таки имеет смысл. Почему? Ситуация сейчас крайне непростая. И выборы – это всегда какая-то конкурентная борьба. И в этой борьбе целый ряд альфа-самцов и альфа-самок устраивают нешуточные баталии ради получения заветных корочек, значка на лацком пиджака. Я думаю, что сейчас, в это непростое время, есть смысл продлить полномочия ныне действующих депутатов, главсубъектов, депутатов Государственной Думы и все-таки продолжить работу. Не люблю я поговорку про коней на переправе, но по смыслу и по сути ситуации сегодняшнего дня, я думаю, что как раз она, наверное, здесь будет вполне уместна. Алексей Иванович, раз уж я зашла в частности о выборах Верховного Совета, не кажется ли вам, что для такого маленького региона, как наша Хакасия, депутатский корпус нашего парламента слишком велик? Вы знаете, мне это абсолютно не кажется. Я в этом абсолютно точно убежден. Потому что для совсем не миллионной Хакасии 50 депутатов – это большая роскошь. В многомиллионной Москве, к примеру, в Мосгордуме всего 40 депутатов. Конечно, совсем оставить Хакасию без депутатов Верховного Совета было бы неправильно. Я считаю, что республика Хакасия, представляющая из себя в плане административно-территориального деления, 8 муниципальных районов и 5 городов. 5 плюс 8 – 13. Вот мы и получили искомую цифру депутатов Верховного Совета. При этом мы должны отойти от принципа, который есть сейчас при формировании избирательных округов, а именно более-менее равное количество избирателей. И здесь нам в помощь принцип формирования Организации Объединенных Наций. Там принцип простой. Одна страна – один голос, один депутат. Независимо от того, какая это страна – маленькая, большая, богатая, бедная, независимо, сколько населения и так далее. Поэтому 13 депутатов Верховного Совета, я считаю, этого будет вполне достаточно. И работа будет налажена, и взаимодействие будет более эффективным, нежели вот эта вот масса из 50 депутатов. То есть, по факту, в каждой территории один депутат? Да. Вне зависимости от численности населения на этой территории? Да, да. Алексей Иванович, Вы являетесь помощником депутата. Скажите, вот сколько помощников максимум может иметь сегодня депутат Верховного Совета Республики Хакайси и не считаете ли Вы нужным сократить их количество? Интересный вопрос, провокационный. Сегодня, в соответствии с законом Республики Хакайси о статусе депутата и в соответствии с положением о помощнике депутата, у каждого депутата может быть не более 7 помощников. Все помощники, за исключением помощника председателя парламента, осуществляют свою деятельность на общественных началах, никак не финансируются. И поэтому я считаю, что количество помощников депутата Верховного Совета, оно не должно быть лимитировано вообще. Ну вот, если кто-либо из депутатов найдет 10 человек, желающих ему помогать в осуществлении его полномочий, ну пусть их будет 10. А если кто-то найдет тысячу таких желающих, ну и пусть будет тысяча. Я считаю, что, в принципе, если все население Хакайсии будет в помощниках у депутатов Верховного Совета Хакайсии, все от этого только выиграют. Алексей Иванович, скажите, а в чем заключается работа помощника депутата Верховного Совета и присутствовали вы хоть раз сами на сессиях? Работа помощника депутата Верховного Совета заключается в том, чтобы помогать депутату Верховного Совета. Как ни странно. Мне доводилось, я за всю свою карьеру помощника был помощником двух депутатов, и я неоднократно вел прием избирателей, конкретно в поселке Пригоск, принимал избирателей по поручению депутата. Также по поручению депутата принимал участие в организации ряда спортивных мероприятий. Также присутствовал, конечно, помощники депутата, это не депутаты, и принимать полноценного участия в сессии Верховного Совета они как бы не имеют права, но присутствовать имеют право. Я старался не пропускать ни одной бюджетной сессии за многие годы, за многие созывы. Это всегда очень интересно, всегда очень познавательно. К сожалению, мне не удалось на предыдущей сессии поприсутствовать и заслушать отчет правительства республики Хакасия. В этот раз я следил за сессией онлайн, читал репортажи 19.рус.инфо на сайте, которые публиковались в режиме реального времени. И вот я могу ошибаться, конечно, во всяком случае в репортажах я этого не увидел, но меня касательно предыдущей сессии удивило отсутствие на этой сессии Сокола Сергея Михайловича. Все-таки депутат Государственной Думы от республики Хакасия, единоросс, ну и на мой взгляд, мог бы поприсутствовать на сессии, чтобы поддержать своих однопартийцев, заслушать отчет правительства. Понимаете, раньше, когда я присутствовал на сессиях, я неоднократно встречался с Валентиной Петренко, с Надеждой Максимовой. То есть, как бы они регулярно присутствовали на сессиях Верховного Совета. Можно было в кулуарах о чем-то поговорить, спросить. Да элементарно просто поздороваться. Понятно. Таково ваше мнение. Спасибо за искренние ответы. Будем рады видеть вас еще. Вам спасибо.